Восьмой сезон Игры Престолов, на какие вопросы зрители получат ответ? Тетелеграп, Великобритания Эд Пауэр, Тетелеграпок, Великобритания 3 апреля 2019 года Какой же жаркой, кровавой и разоблачительной оказалась заключительная серия прошлого сезона Игры Престолов Джон Сноу и Дени Рис скрепили свой политический союз в традиционном стиле Таргариенов Весь твиттер обсуждает инцест на корабле Тогда как лорды Бейлиша вдвоем перехитрили Сансио и Ария Оказывается, все-таки между ними нет ненависти Ах да, мы упомянули, что Король Ночи со своей новой любимой игрушкой Визерионом разнес на мелкие кусочки стену Что ж, так оно и было Теперь, когда премьера восьмого, и последнего, сезона не за горами 14 апреля, нужно готовиться к большому количеству слащавых любовных сцен и трагической гибели героев Также мы, возможно, получим ответы на многие вопросы, которые после седьмого сезона остались в подвешенном состоянии Примерно как тормунт на стене Вот десять вопросов, которые не выходили у всех из головы, и на которые мы надеемся наконец-то получить ответ 1. Джон и Дейнерис, союзники или возможные враги Слившиеся в поцелуи кузяны, ну ладно, тетушка и племянник Джон и Дейнерис сейчас дружны, как в медовый месяц Но ничто так не охлаждает любовный пыл Как известие о том, что один из партнеров оказался наследником короля И прав на трон у него побольше, чем у его дрожайшей половины Когда выяснится, что Джон и Дейнерис, в отличие от простых влюбленных, должны стать соперниками за власть над Вестеросом По меньшей мере наступит угрюмое молчание Даже если они поженятся, на железном троне все равно есть место только для одного смельчака 2. Умерли ли тормунт и берег, когда рухнула стена? Поклонники тормунда уже наводняют интернет-стоп-кадрами хаотической сцены В которой он и избранный владыкой света берег Дон Дарион Кажется, разбиваются на смерть Они бегут вдоль стены, а затем шум, грохот, и стена падает Взрываясь в стиле блокбастеров Роланда Эмириха Роланда Эмирич Разве может кто-нибудь выжить в таком бедствии? С другой стороны, берег уже возвращался с того света несколько раз А роман тормунда с Брианной никогда не выходил за рамки фанфика Так что персонажи могут развиваться и дальше Сейчас эта линия очень актуальна Так же, как линия тормунда и берега 3. Неужели Джейми навек отвернулся от Серсеи? Поклонники игры Дунгеонс и в Драгонс увидели бы в Джейми Классический пример законопослушного злодея Он не добрый, но его поступками управляют непоколебимые представления отчасти Когда Серсея проговорилась, что собирается предать новых союзников Ланнистеров Он не смог этого перенести и отправился на север, чтобы вступить в битву против Короля Ночи Стал ли теперь Джейми заклятым врагом королевы, и поплатится ли он за свое предательство? Возможно, ему отомстит Эурон Грейджо и новая армия наемников? Да, Серсея, будут слоны 4. Что ждет Сансу и Арью? Казалось, сестры из Вентерфела готовы перегрызть друг другу глотки Но выяснилось, что это лишь хитрый ход сценаристов И в конце концов мизинец остался истекать кровью в главном зале Вентерфела Положило ли это конец взаимной неприязни, или в восьмом сезоне их соперничество возобновится? Кроме того, каковы будут отношения Санса с Долиной, правителя которой она казнила? 5. Сможет ли наконец кто-то сопоставить все факты и понять, что во всем виноват Тирион? Если бы Тирион держал язык за зубами на Совете в Драконьем Камне несколько серий назад, стена все еще стояла бы, а Тормунт и Берег мирно возвышались бы на ней Возможно, за это десница королевы в ближайшем будущем отправит чистить сортиры 6. Снимут ли авторы предохранитель, пуская в расход персонажей? Есть подозрение, что лорд Белиш стал вынужденной жертвой, принесенной фанатам, которым не терпелось увидеть, как какой-нибудь значимый персонаж пополнит клуб посаженных на колголов Недой Старка, Роба и Китти Линн, Станниса и других Придется ли авторам сериала в последнем сезоне прекратить дразнить публику и начать всерьез расправляться с полюбившимися персонажами? Джордж Шерер Мартин пообещал, что конец саги будет горько-сладким, так что вряд ли Серсеи, Джемми, Тириону, Тиону, Санси и прочим позволят просто оседлать лошадей и раствориться в закатном небе Будет ли в восьмом сезоне уничтожен целый список первых лиц Вестероса? 7. Примет ли Север королеву Дейнерис? Будут ли на самом деле готовы жители самой мирной части Семы и королевств снова принять в качестве повелителя одну из Таргарионов, когда они едва успели привыкнуть к Джону Сноу? В частности, Санса, которая не слишком одобряет порывы Джона Сноу, сто раз подумает, прежде чем покориться королеве Дейнерис. Возможно, вскоре завяжется треугольник, в котором друг другу будут противостоять Джон, Санса и Арья 8. Найдутся ли в Игре Престолов способы сделать короля ночи небезразличным зрителю? В качестве главного злодея, а не сверхъестественной загадочной тени, король ночи оказался довольно нудным У него всегда одно и то же выражение лица, которое прозвали апокалиптическим раздражением, а характер скользкий, как черная ледышка. Но хотя бы с помощью его впечатляющего дракона создатели Игр Престолов старается заставить нас проявить интерес к этому отчаянно плохому парню. Так, чем больше экранного времени уделяется белым ходокам, тем меньше мы успеваем следить за судьбой Семи Королевств. 9. Кто такой Азор Ахай? И, кстати, что такое Азор Ахай? Сначала все думали, что это Станнис. Потом, Джон Сноу. Но в предыдущем сезоне Мелисандра предположила, что Дейни Рис могла бы стать обещанной спасительницей. И тогда, возможно, Джон и Дейни Рис вместе воплотили бы легендарного персонажа, которого казнили. Фанаты тем временем предлагают на эту роль пса, который якобы возродился в пламени, когда в детстве его сунули головой в жаровню. Осталось всего лишь шесть серий Игры Престолов, чтобы распутать эту богословскую головоломку. 10. Успеет ли все, кому пророчили смерть, умереть в восьмом сезоне? В дружеской беседе Варис и Красная Дама открыли друг другу, чтобы погибнуть в Вестеросе. А в последнем эпизоде Сандор, похоже, намекает, что его брата Григора по прозвищу Гора тоже может ждать печальная участь. И на этом все для тебя не кончится, братец, говорит он во время их схватки. В такой обстановке, когда растет гора тел погибших, становится трудно следить за сюжетом. Зато многие сходятся во мнении, что гора и пес наконец-то сойдутся в долгожданной схватке, которую фанаты окрестили Кубком Клиганов, английский Члягань Боуль, примечания редакторов. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.